Глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте! Я хотела бы поблагодарить организаторов симпозиума за приглашение и за возможность рассказать о современных, так сказать, вещах, которые мы должны и можем оценить для клиницистов, для вас прежде всего. Итак, зачем исследовать морфологию ответа? Врач-патологоанатомы играет ключевую роль при морфологической оценке ответа опухоли на химиотерапию. Этот ответ является исключительно важным прогностическим признаком как для каждого индивидуального пациента, так и для краткосрочной точкой оценки эффективности терапии в клинических испытаниях. Поэтому патологоанатомы должны быть не просто ознакомлены, а свободно владеть информацией о правилах макроскопического описания, вырезки, а также исследования микропрепаратов и написания заключения по операционному материалу молочной железы после неодевантной химиотерапии. И почему исследуется морфология в качестве оценки эффективности? Полный клинический ответ, определяемый с помощью пальпации или и маммографии, не всегда означает наличие полного морфологического ответа. Около 60-80% пациенток с полным клиническим ответом после неодевантной химиотерапии имеют остаточную опухоль. С другой стороны, около 20% пациенток без полного ответа после микроскопического исследования имеют полный морфологический ответ. Поэтому патоморфологическая оценка материала хирургической резекции до сих пор является золотым стандартом при определении степени ответа опухоли на неодевантную химиотерапию. И во многих клинических испытаниях используется понятие полный морфологический ответ для завершения неодевантной химиотерапии. Однако само понятие полный морфологический ответ трактуется в различных исследованиях по-разному. Например, одни считают полным ответом отсутствие только инвазивного компонента, другие как инвазивного, так и инситу. Также нет единодушия в наличии оценки метастазов. Поэтому диапазон колебаний полных морфологических ответов в разных исследованиях колеблется от менее чем в 10% до 65%. Для разрешения этих толкований полного морфологического ответа после неодевантной химиотерапии в 2012 году ФДА создала комиссию или рабочую группу, в которой был проведен анализ более 12 тысяч, почти 13 тысяч пациенток из 12 исследований, в которых использовалось понятие полный морфологический ответ. ФДА анализировала такие наиболее частые определения морфологического ответа, как YPT0 карцинома инситу, YPT0 карцинома инситу, YPN0, YPN0, YPN0. И таким образом по мере сужения спектра имелось снижение количества критериев долгосрочного прогноза. То есть YPN0 карцинома инситу было 22%, в то время как YPN0 всего 13%. Поражение лимфатических узлов после неодевантной химиотерапии было связано с возрастанием риска рецидивов и смертности, в то время как наличие резидуальной карциномы инситу не оказывало влияния на выживаемость. Поэтому ФДА были приняты следующие определения полного морфологического ответа. То есть это первый вариант отсутствия резидуальной инвазивной карциномы в материале резицированной молочной железы с карциномой инситу, YPN0 или карциномой инситу, YPN0. Или отсутствие резидуальной инвазивной карциномы и карциномы инситу в материале железы и отсутствие метастазов. Таким образом, в итоге этого исследования были выведены такие кривые выживаемости, и эффективность системной терапии, какие преимущества неодевантной химиотерапии, она может быть оценена инвиво, может быть оценен ответ или отсутствие ответа на терапию у индивидуальных пациентов. Во всех исследованиях при сравнении плохих ответов с пациентами, которые имели хороший ответ на терапию, зафиксировано увеличение продолжительности безрецидивного и общего выживания. Второе преимущество, что этот ответ может сказать о том, что нужно или не нужно менять терапию. Если нет ответа, значит, скорее всего, нужно изменение схемы терапии, и поэтому есть и клиническая возможность, и смысл оценки морфологического ответа. Кроме того, ответ опухоли является кратковременной конечной точкой наблюдения при проведении клинических испытаний. После хирургического удаления или при хирургическом удалении такой точкой конечной является либо рецидив, либо смерть. То есть мы имеем еще одну точку для оценки эффективности терапии. Как же нам следует исследовать молочную железу после хирургической резекции, после проведения неодевантной химиотерапии? Протокол исследования ровно такой же, как и для исследования инвазивного рака молочной железы. То есть все 16 пунктов протокола должны быть исследованы в морфологическом ответе. Классификации используются те же самые с добавлением префикса Y. И префикс YP для маркировки патологической стадии материала хирургической резекции после неодевантной терапии. Какие существуют общие требования к материалу после неодевантной химиотерапии? Исключительно важно предупредить врача-патолога-анатома до начала морфологического исследования о проведении дохирургической неодевантной химиотерапии. В идеале морфолог должен начинать исследование материала резекции опухоли с изучением маммограмм до и после неодевантной химиотерапии. Важным также является сведение об интервале времени между первичной биопсией и операцией и окончанием терапии. И патологу-анатому должна быть предоставлена вот эта информация. Я коротенько пробегу. Это презентация опухоли до начала терапии, размер инвазивной карциномы до терапии, предшествующие диагностические процедуры, присутствие клипса или кальцификата в опухоли, предшествовавшие исследованиям лимфоузлов, тип неодевантной химиотерапии и наличие клинического ответа. Материал первичной опухоли. Императивным требованием является идентификация первичной опухоли или опухоли уоложа, независимо от наличия полного морфологического ответа. И характеристика локализации опухоли при сохранении молочной железы. Материал хирургической резекции необходимо исследовать радиографически с целью демонстрации наличия клипс или кальцификатов. Это правило, я хочу сказать, что единого протокола для проведения исследований после неодевантной химиотерапии не существует. Это правило, которое сделала ФДА для фармоиндустрии. И на это исследование уже как бы ссылалось. В отсутствии этого необходимо доверять хирургу или полагаться на микроскопическое исследование отсутствия опухолевых клеток в ложе опухоли, чтобы гарантировать, что первичная опухоль была удалена, в особенностях, если макроскопический опухоль не определяется. Взятие материала из опухоли о ложе. Поскольку порядок морфологического исследования, так как сделано это для одевантной ситуации, не установлен, рекомендовано брать один блок на сантиметр опухоли при неодевантной химиотерапии. И если резидуальная опухоль не определяется, вернее, определяется, то дополнительное исследование не нужно. Если опухоль не определяется, неизвестно, сколько кусочков из опухоли необходимо будет взять в стекла. И в Англии было проведено исследование, почти 900 случаев исследования после неодевантной химиотерапии, и в среднем такие количества составили. Около 12% в менее 10 блоков было взято в стеклах, от 55% до 20 блоков из первичной опухоли, в 14% было взято до 30 блоков, и в 16% случаев было взято до 50 блоков из первичной опухоли. Размер опухоли, как правило, он редуцируется, и размер опухоли с помощью пальпации определяется у пациентов только с минимальными лечебными эффектами. В случаях полного ответа, как правило, невозможно выяснить размер. Гистологический тип и степень злокаченности практически не меняются, очень редко меняются, и значение этого изменения не подтверждено для прогноза. Остаточная карцинома инситу обычно не имеет морфологических признаков альтерации. Изменения степени злокачественности могут быть оценены только при сравнительном анализе первичной опухоли и до неодевантной химиотерапии. Необходимо отметить, что морфологи должны описывать изменения в неопухолевой, нормальной ткани молочной железы, в которой также встречаются цитотоксические эффекты. И такие изменения, которые выражаются в умеренном или выраженном склерозе базальных мембран протоково-железистой эпителия, а также наличие таких вот эпителиальных комплексов, они не должны вводить в заблуждение, как наличие карциномы инситу. Существует масса методов оценки неодевантной химиотерапии. Здесь вот я быстренько перечислила те, которые, ну их порядка девяти разных методов. В Институте онкологии мы пользовались и пользуемся оценкой эффективности неодевантной химиотерапии по Миллер-Пейн, в которой обязательным является сравнение препаратов до и после химиотерапии. Миллер-Пейн-5, наличие опухолевого ложа, гиаллинизированная сосудистая строма с признаками стромального отека, имеется два протока, которые нормальные, неизмененные, и в общем-то все. Миллер-Пейн-4, минимальное количество опухолевых клеток после химиотерапии, редукция клеточности более 90%. В сложных случаях здесь может нам помочь иммуногистохимическое исследование с целью демонстрации опухолевых клеток. Миллер-Пейн-3, от 30 до 90% редукция клеточности, Миллер-Пейн-2, менее 90% редукция клеточности, Миллер-Пейн-1, отсутствие редукции, то есть клеточность сохраняется такой же, какая она была. Мы также применяли количественный анализ клеточности до-после химиотерапии с помощью анализа изображений, это в данном случае Миллер-Пейн-2, 90% клеточности редукции. Исследование лимфатических узлов после неодевантохимиотерапии имеет очень важное значение, и я хотела бы здесь подчеркнуть, что градация Пи-Эн, она не равна градации Уай-Пи-Эн. Что это значит? Мы все знаем, что меньше 2 мм и менее 200 клеток не считаются метастазом, не градируются как метастаз в условиях одевантной терапии. При этом в том же самом исследовании Б-18 при 9-летнем наблюдении за пациентами, получавшими и не получавшими неодевантную химиотерапию, было показано, что те пациентки, у которых был метастаз в лимфатический узел, микро- или макрометастаз, они имели значительно более худший прогноз, чем пациентки без метастазов. Таким образом, мы должны отмечать наличие как наличие метастазов, так и наличие эффектов в эти лимфоузлы. И, по всей видимости, статус лимфатического узла является наиболее важным прогностическим фактором у пациентов, получавших неодевантную химиотерапию. Оценка лечебного эффекта в лимфоузле более затруднительна, чем в первичной опухоли, и может быть невозможна у некоторых пациентов, так как пораженный лимфоузел может быть удален до начала проведения неодевантной химиотерапии. Таким образом, при планировании неодевантной химиотерапии патологические лимфоузлы предпочтительно оценивать клинически или с помощью УЗИ и подтверждать с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии, а нет тканевой биопсии. Если позитивные лимфатические узлы были удалены до начала терапии и после химиотерапии нет пораженных лимфатических узлов, Ответ на терапию не может быть оценен полностью. Каким может быть ответ в лимфатическом узле? Полный ответ. Характеризуется замещением ткани гиаленовым стромальным рубцом. Или, вот это был крупный рубец, полностью замещен. Не знаю, как это было. И здесь более мелкие, но это тоже фиброзированные участки, поэтому, скорее всего, здесь можно говорить о полном ответе. Частичный ответ. Мы видим опухолевые клетки. Их явно меньше 200, но, тем не менее, мы должны градировать наличие метастаза и говорить о том, что они есть. Я здесь отметила менее микрометастаз размерами 0,06 на 1 мм. И он есть микроскопически. Это частичный ответ. И мы также должны об этом рассказать. Это макрометастаз, тот, который мы видим, очень хорошо. Он занимает больше 2 мм. И по классическим канонам он тоже должен быть оценен как наличие метастаза. Здесь небольшие правила о том, что должно быть отражено в гистологическом заключении по материалу исследований первичной опухоли. Это присутствие размера опухоли, размер протяженности остаточной опухоли в двух измерениях, средняя оценка клеточности по Миллер, ПНП и по РСБ, гистологический тип и степень злокаченности остаточной опухоли по сравнению с материалом предшествовавшей биопсии. Наличие лимфоваскулярной инвазии, присутствие и протяженность протоковой карциномы необходимой для оценки по РСБ, оценка краеврезекции и общий комментарий наличия и отсутствия ответа. Что должно быть отражено в исследовании после акселярной диссекции? Это количество узлов, количество лимфоузлов с метастазами, размер наибольшего метастаза, присутствие экстранодального распространения, количество метастазов с признаками лечебных эффектов. И также мы должны отразить количество лимфатических узлов с признаками лечебных эффектов, но без присутствия опухолевых клеток, то есть фиброз, некроз и агрегаты. Поскольку, как было сказано и показано в исследованиях, это имеет большее значение, чем ответ первичной опухоли. В исследовании, которое мы сделали, немножечко про смену фенотипа, было сделано довольно много, почти 30 исследований, при которых наблюдали смену фенотипа или не смену фенотипа в разных клинических историях. При исследовании статуса эстрогенов, как правило, он увеличивался, то есть был, предположим, негативный, стал позитивный. То же самое про прогестероны в исследовании, в первом, в котором красненьким, показано увеличение фенотипа зеленым, снижение фенотипа. Про ХЕР-2 также неравнозначный тренд, когда есть и снижение, и увеличение в одном и том же исследовании. И небольшой такой анонс. В Институте онкологии было проведено исследование, было 94 пациентки, в которых был неоднозначный, неравнозначный тренд на снижение или увеличение количества рецепторов гормонов и увеличение статуса ХЕР-2. То есть он поменялся с негативного на позитивный. Спасибо за внимание.